Сегодня произошло достаточно знаковое событие международная конференция посвященная методологии реабилитации пациентов при помощи ходьбы в активных экзостелетах для нашей страны это достаточно новое направление и конференция проводимая в рамках на нашей территории это первая конференция вообще на подсчету 2 но первая была в прошлом году не у нас она была в южной корее была конференция стартовая знаковая но не такая большая как в этот раз на данной площадке сегодня собрались два десятка ведущих спикеров которые представили работы своих коллективах в области применения активных экзостелет тема достаточно новая тема достаточно интересная тема достаточно перспективная количество пациентов с тяжелыми движительными нарушениями неуклонно прогрессируя прогрессировано увеличивается во всем мире необходимо разрабатывать новые методы реабилитации при помощи которых возможно увеличить качество выживших пациентов и экзостелетирование в данном в данном ряду стоит наверно особым особняком сейчас каждую уважающая себя страна каждая экономически развитая страна делает свой экзостелет на самом деле экзостелетов которые ходили бы реально с пациентов в мире не очень много их всего 5 или 6 и один из них живет в россии он разработан в россии это экзостелет под названием экзоатлет в пироговском центре который я представляю экзостелет зашел достаточно давно в 2016 году мы проводили первые клинические испытания данного девайса после того как он перешел уже из разряда стартапа сколковского стартапа пришел получив регистрационное удостоверение в нашу повседневную практику в нашу ультинную работу мы проводили также клинические испытания сочетанного применения экзоскелета и функциональной стимуляции и сейчас мы продолжаем разрабатывать различные методологии в которых сочетаем инновационные технологии ходьбы в ржескелете с другими технологиями но вот сегодня я говорил о виртуальной реальности от той технологии которая сама по себе очень новые перспективные а в сочетании с роботизированной механотерапии в ржескелете интересно вдвойне это направление безусловно будет развиваться в пироговском центре проводятся клинические испытания данного направления сочетания двух методик и сегодня мы договорились с некоторыми центрами из различных городов о том что это исследование будет масштабироваться будет увеличиваться и для нас это очень интересная тема не за горами тот тот момент когда набрав определенное количество в результате клинических испытаний данная методика может вполне легитимно войти стандарты применения технологий при нейро-реабилитации войти стандарты оснащения реабилитационных центров и возможно при наборе еще какого-то дополнительного количества данных данных о доказательной эффективности методики перейти со второго этап на третий то есть расширить свою географию применяться не только в реабилитационных центрах и в больницах когда пациенты лежат на койке применяют данную методику но и может претендовать на то что займет место на третьем этапе в поликлинике в амбулатории на тех площадках куда реабилитанты будут приезжать из своих квартир они должны находиться в шаровой доступности таких площадок должно быть много и данная технология здесь тоже очень интересно и я думаю что в течение ближайших лет если все будет идти хорошо и с развитием данного девайса у компании и с развитием реабилитации в нашей стране это наверное случится пироговский центр наверное сегодняшний день я риску предположить является лидером по применению данной технологии всего за три года у нас получили реабилитацию более 200 пациентов при помощи данной методологии на самом деле их было несколько больше но это 200 человек около 200 человек те которые вошли в наши осмысленные клинические исследования те которые вошли в научно-доказательную базу а на самом деле пациентов было несколько больше я бы разделил все-таки с этих пациентов уже на несколько групп но начинали мы с людей которые после в результате травмы стойко утеряли возможность ходить так называемые параплегики пациента с полным перерывом спинного мозга для таких пациентов мы рассматривали данную методику как ассистивную для того чтобы она помогала им в быту в жизни в передвижении ну и все-таки вторичная реабилитационная больше какая-то оздоровительная роль нами предполагалось то есть человек должен изначально стоять на двух ногах человек должен стать вертикально только тогда у него работают правильно все внутренние органы и для того чтобы все это работало хорошо нам нужно человеку в любом состоянии поставить вертикальную позу даже если никогда не будет ходить а другая совершенно история для пациентов у которых функции спинного мозга утрачены частично и такие пациенты при определенной реабилитации ходить смогут вот здесь данная технология приобретает уже реабилитационный потенциал реабилитационный смысл и наряду с другими роботами локомоторными роботами может уже вполне осознанно применяться на этапе реабилитации для восстановления функций ходьбы следующие шаги это разработка то чем занималась компания в последний год разработка скелетов и джоскелетов для реабилитации пациентов с церебральным инсультом таких пациентов очень много каждые полторы минуты с одним из жителей нашей страны происходит сия мозговая катастрофа половина из них умирают в течение первого года а 90 процентов из выживших остаются глубокими инвалидами и вот здесь значение таких устройств она становится еще более значим более ярким и вот сейчас на мой взгляд максимальное усилие и компании клиницистам которые сопровождают этот проект нужно сделать именно на этот пул пациентов на пациентов с церебральным инсультом на самом деле мечты это счастье до счастья счастливым человеку делают всего три вещи это интересная работа любовь и возможность путешествовать вот если у ваших пациентов при помощи данного девайса что-то из этих составляющих будет срастаться то будет замечательно работа социализация любовь вполне возможность путешествовать преодоление барьеров и это не только для здоровых это для всех коллеги добрый день меня слышно хорошо да мы начнем пожалуй ну вот доклад у меня называется да и посвящен доклад интеграциям двух технологий две достаточно новые достаточно интересные достаточно успешные технологии с одной стороны проект по виртуальной реальности у нас такой глобальный большой глобальный на территории более чем 500 квадратных метров мы планируем создать совершенно новый вид реабилитации сначала это будет второй этап с переходом на третий это технологии виртуальной и дополненной реальности с другой стороны мы достаточно давно и достаточно успешно занимаемся роботизированными технологиями в том числе и различными активными экзоскелетами практически все экзоскелеты которые ходили по российской земле ходили в условиях нашей клиники это и рекс это и и забионикс это и револк экзоатлет стоит особняком в этом списке ну хотя бы потому что мы были первой клиникой которая в 2016 году провела первые клинические испытания данного изделия в нашей же клинике были проведены клинические испытания посвященные сочетанному применению роботизированной ходьбы в адрескелете и функциональной стимуляции и с тех пор вот трехлетний наш опыт применения насчитывает более 200 пациентов это 200 пациентов которые ходили в различных модификациях экзоатлета я сейчас не говорю про другие экзоскелеты только про экзоатлет несколько больших исследований было у нас и вот самое большое вот представлено будет в последующих слайдах оно хватило более 100 пациентов это были пациенты от 18 до 50 лет с небольшой давностью травмы в среднем это всего полгода с неполным период спинного мозга все пациенты были после оперативного лечения после стабилизации исследование было коротким эта история была в рамках обязательного медицинского страхования и продолжалось всего 15 дней но программа реабилитации была очень интенсивная помимо лечебной физкультуры лечебной гимнастики помимо механотерапии на тренажерах стимуляционной терапии пациенты основной группы ежедневно ходили это 15 дней у нас не бывает суббот воскресенье клиника работает 365 дней в году ходили в экзоскелеты а пациенты контрольной группе получали роботизированную ходьбу на комплексе лакомат мы понимали что за столь короткий срок мы не получим каких-либо значимых изменений в плане восстановления движения и поэтому задействовали более тонкие механизмы мы задействовали механизмы регистрации мы задействовали видеоанализ и электромиографию а тем не менее через 15 дней в основной группе у нас были достоверно значимые изменения еще раз напомню это были пациенты с неполным повреждением спинного мозга у нас были достоверно значимые изменения в плане восстановления мышечной силы и в партимальных и в дистальных отделах да у группы контроля в лакомате результаты были но они не хуже были но это говорит о том что роботизированные технологии от двух девайсов они примерно одинаковые интерес ходьбы хаузер очень важный момент для восстановления ходьбы и здесь мы видим что под воздействием ходьбы в экзоскелете результаты были несколько лучше результаты восстановления ходьбы результаты в плане применения вспомогательных средств самообслуживание мобильность также показали некоторые преимущества применения активного экзоскелета по сравнению со статичным лакоматом и изменение электромиографических параметров мы увидели как раз что задействованы те группы мышц которые при обычной лакомоторной терапии остаются интактными и это подкупило нас в плане продолжения дальнейших исследований я не буду долго останавливаться на этих графиках и цифрах дело в том что эта информация находится с одной стороны в открытом доступе есть несколько статей в рецензивных журналах есть методичка написанная в нашем центре а с другой стороны я не хочу останавливаться потому что через неделю будет взящена диссертация нашим сотрудникам и вот заранее не хотелось бы обнародовать эти цифры это будет наверное первая диссертация в России посвященная экзоскелетам биомеханический спектральный анализ также показал что улучшилась опора пациентов в статике и в динамике и психоэмоциональные показатели также более ярко менялись в лучшую сторону под воздействием ходьбы водоскелетия но это то что касается вот наших каких-то исследований да отдаленные результаты также показали что есть эффект накопления и более чем у 50 пациентов основной группы результаты сохранялись положительные результаты сохранялись и через 12 месяцев после исследования теперь что касается технологии виртуальной реальности ну на самом деле технологии не очень новые первый шлем появился в 1967 году и с тех пор как любая технология виртуальная реальность прошла несколько этапов прошла пик завышенных ожиданий кстати очень похожий такой же путь был с экзоскелетами пик завышенных ожиданий затем был и период разочарования и только сейчас виртуальная реальность технологии виртуальной реальности в медицине выходит на какое-то осмысленное применение собирается материал разрабатываются реабилитационные технологии собственно говоря вот если такой же график построить для экзоскелетов причем для всех экзоскелетов в мире он получится примерно таким же эти две технологии идут сейчас наверное параллельно можно мне немножко помочь что-то у меня а оп извините что же хотим сделать мы ну вот мы сейчас разрабатываем целый комплекс это новая такая стратегия для всех этапов реабилитации с полным погружением пациентов в виртуальную реальность почему она нас подкупила но на самом деле мы считаем что технология она опасная с одной стороны но она очень действенная потому что структура головного мозга действительно претерпевает какое-то изменение в условиях виртуальной реальности даже в условиях обычных не реабилитационных игр а когда мы начали писать реабилитационные игры то мы увидели что изменения на периферии после инсульта после травм головного мозга получаются очень яркими с одной стороны нас это несколько насторожило с другой стороны мы поняли за эти годы вот в увлечение VR что если мы будем четко прописывать и понимать показания и противопоказания если мы четко будем понимать побочные действия таких воздействий то эффект будет очень хорошим территорию виртуальной реальности мы ее открыли в этом году на территории больше чем 500 квадратных метров мы собрали все решения которые ну все лучшие наши решения которые существуют в мире реабилитационные решения это и через очки через шлемы Oculus или через шлемы HCC то есть с погружением частичным с погружением полным в виртуальную реальность и с элементами дополненной реальности у нас есть отдельная лаборатория восстановления движений лаборатория восстановления речи нейропсихологическая и психологическая лаборатория и служба боли у нас также оснащена это уже работает в рутинной практике оснащена шлемами виртуальной реальности В раннем послеоперационном периоде мы не получили таких данных, как и наши американские коллеги получили при сравнении наркотических анальгетиков в виртуальной реальности. Они считают, что это одинаково примерно по эффективности, но какую-то эффективность при VR мы все-таки получили. Мы применяем и начинаем применять виртуальную реальность у пациентов с инсультом, начиная со вторых суток инсульта, в момент вертикализации. Применяем после вертикализации и переносим на третий этап. У пациентов со спинальной травмой мы начали использовать беспроводные шлемы на больших территориях. И здесь нам очень понравилась концепция Академика Лядова, концепция умного зала. Мы немножко пошли дальше, мы используем этот умный зал в условиях виртуальной реальности. А те программы, технические возможности, которые есть сейчас, позволяют в одну виртуальную среду погрузить сразу нескольких пациентов. И взаимодействие реабилитационное происходит в виртуальной среде. Начиная с 2018 года мы запустили научное обоснование таких вот наших предположений. И одномоментно выполняются три диссертационные работы. Мы начали показывать свои решения уже на различных конгрессах и выставках. Но это всё, что касается инсульта. Инсульты, черепно-мозговая травма, здесь всё более-менее понятно. Поражён головной мозг, и мы надеемся, что при помощи таких технологий будет восстановление. Восстановление истинное, не приспособление. Хотя у нас очень много программ в плане эрготерапии. В виртуальной реальности пациент у нас едет на дачу, на рыбалку, пропалывает огород и делает другие вещи. Но опять-таки, каждый раз идёт оцифровка этих движений. Смысл наших программ в том, что в них встроена уже составляющая, которая набирает весь этот сон данных. По сути дела, элементы искусственного машинного обучения и искусственного интеллекта. И последующие программы уже адаптируются персонализированно под каждого конкретного пациента. Почему я сегодня решил показать вам технологии виртуальной реальности и пациента с поражением спинного мозга? Ну, с одной стороны, мы не ждали здесь каких-то больших результатов, потому что были моменты, что будет лучше мотивация. Были также надежды на то, что у нас, как и у наших американских коллег, будет восстанавливать чувств. Ведь такие работы есть. Мы здесь не первые. Мы идём по проторённому пути. Есть несколько работ из Соединённых Штатов, из Японии, там, где пациенты со спинальной травмой при помощи виртуальной реальности и эльзоскелета улучшали чувствительность. С одной стороны, мы взяли таких пациентов в первую очередь потому, что на пациента с инсультом страшно сразу погружать в виртуальную реальность. И технология-то, она нигде не зарегистрирована. И это, в общем-то, действительно достаточно опасно. А вот пациенты-пилоты экзоатлета, они очень достаточно такие адаптированные, в целом здоровые люди. И настроены на различного рода эксперименты. Поэтому первыми нашими исследователями были как раз пилоты экзоатлета. Какую задачу мы ставили в этих виртуальных сначала играх, а потом реабилитационных программах? Ну, сначала у нас пациенты при помощи ходьбе в одескелете пытались управлять своим аватаром. Потом, когда мы поняли, что это может быть не очень здорово просто управлять аватаром, у нас появились программы, которые мы реализовали вместе с маршрутизаторами. То есть сейчас все оцифровано. Сейчас оцифрован практически весь мир. И мы пытались спускать пациентов по тем улицам, по которым они ходили до травмы. Мы надеялись все-таки на изменение мотивационной составляющей и на изменение психологического фона у таких пациентов. Мы пытались их выводить из депрессии, они ходили по знакомым маршрутам, они видели вокруг себя все то, что видели раньше до травмы. Сейчас мы, получая самые разнородные данные при таких единичных включениях, вот в общий реабилитационный процесс, мы решили все-таки начать какую-то систематизацию. И мы взяли всего 8 пациентов. Это молодые люди, в основном мужчины, всего 2 девушки, с давностью травмы разные, от года до 9 лет. Это пациенты с совершенно разной степенью поражения спинного мозга. Есть с полным перерывом спинного мозга, есть с неполным. Это всего 15 дней ходьбы в аджескелете по 20 минут. Это обычный шлем, пока проводной HTC Vive. И мы сейчас собираем просто описательную часть у таких вот пилотов. Мы хотим понять, с одной стороны, что происходит под воздействием самых разных реабилитационных программ. А с другой стороны, нам нужна обратная связь, нам нужно понимание того, что пилотам нужно. И вот мы такую связь набираем. Для чего я вам все это показываю? У меня есть предложение к пользователям, к владельцам экзоатлета, экзоскелетов. В IT это исследование открытое. Оно не требует с вашей стороны никаких там больших финансовых каких-то, да и вообще никаких финансовых, наверное, подпиток. И мы приглашаем увеличить масштаб этого исследования для того, чтобы на большой выборке посмотреть, что действительно нужно. Технология виртуальной реальности, она достаточно уже старая, с одной стороны, но за ней есть определенное реабилитационное будущее. Поэтому, если будут желающие, то мы с удовольствием... Дизайн исследования достаточно простой. То мы с удовольствием расширим это исследование. Я не буду показывать какие-то видеоролики, ну хотя вот один видеоролик включился. Это самый первый был момент, когда самый первый пилот, это Юра Жалнин, он играл в какие-то игры. Кстати, он тоже отметил, что были какие-то изменения в плане восстановления чувствительности. Слева от меня находится один из стендов виртуальной реальности. И сейчас пилот, вот Денис, он готов показать. Вы можете подойти и посмотреть. Вы будете видеть, или это на экран выведется, вы будете видеть все то, что он видит там в условиях виртуальной реальности в своем шлеме, а он в этот момент будет ходить. Это для того, чтобы просто было понимание того, что в этот момент с пациентом происходит. Вот на этом, пожалуй, я свое выступление заканчиваю. Спасибо большое за внимание. Если будут вопросы, с удовольствием на них отвечу. А вы можете проходить и смотреть презентацию. Спасибо. Спасибо.